Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Мы сегодня с вами покатаемся. И сегодня, знаете, хочу поговорить о ненависти. Вот так неожиданно, потому что сейчас говорят, что огромное количество людей пылают ненавистью. Я, к счастью, не очень много таких людей наблюдаю, но в Инстаграме и в Ютубе они точно есть. Особенно вылазят тогда, когда ты появляешься в каком-то более-менее публичном пространстве. Я, конечно, очень сильно столкнулась с хейтом после того, когда я снялась в телевизионном шоу, вылезла, как говорится, на народные просторы. Но мне всегда интересно, откуда же корни, да, откуда корни. Потому что как ни крути, какими бы идеальными даже мы с вами людьми не были, все равно периодически какие-то возникают такие порывы негативных эмоций по отношению к другим людям. И я, конечно, не рассматриваю варианта того, когда сидит вообще человек и пишет просто какую-то такую грязь, она льется у него изо рта. Ну, то есть для меня вообще загадка, как эти люди живут, откуда они берутся и как вообще они сами себя не уничтожают. Наверное, они этим занимаются. Но я сейчас говорю немножечко о другом, не о хейте таком в целом, а говорю о том, когда мы вдруг начинаем раздражаться на каких-то людей. Ну, то есть нас они начинают подбешивать. Вот мы как бы, знаете, нормальный-нормальный человек, живешь ты живешь, а тут вдруг бах, и начинаешь о ком-то гадость говорить. Ой, да, он вообще на самом деле такой, да, он вообще там да-на-на, а-а-а, и вот начинают. Я думаю, что вы прекрасно понимаете сейчас, о каких эмоциях идет речь. И вот я, естественно, в эти моменты задаю себе вопрос, Ермила, а что тебя бесит-то так? И я понимаю, что чаще всего нас раздражают именно те вещи, которые мы сами бы хотели делать, и которые мы не делаем, которые мы себе не можем разрешить. Или которые, вот уже сейчас я замечаю, которые я в том возрасте, в котором делает этот человек, себе не разрешала. И, наверное, это включается где-то какая-то все-таки зависть. Потому что как ни крути, зависть это такое чувство, эмоция, которая в нас живет, она совершенно по-разному с нами взаимодействует. Вот в некоторых случаях она приносит пользу, она двигает, знаете, вы завидуете, и вас это двигает, потому что вы думаете, ну я тоже, чем я хуже, я могу, я хочу, и вас это двигает. Но отвратительно, конечно, когда зависть вас начинает парализовать. И когда она начинает выдавливать из вас желчь. То есть вы вместо того, чтобы мотивироваться и что-то делать, вы начинаете заливать другого человека отрицанием вообще всего. Недавно я выкладывала пост, кстати, есть в сообществе, это в Ютюбе как раз произошло, где человек откомментировал мою фотографию. Там просто был какой-то пост, который я скопировала с Инстаграма, и человек, значит, и фотографии, где я там стою в купальнике и в рубашке. И вот он откомментировал абсолютно все. Значит, что слишком широкие плечи, там сиськи как у собаки. Ну, в общем, просто разобрал меня на молекулы, и я там последняя вообще тварь. По-моему, нейм у него какой-то там типа no name, вот что-то такое, никто или no one. Ну, в общем, что-то связано с никто и ничто. И это очень серьезный показатель, это клиника в принципе, но это очень серьезный показатель того, насколько мы вместо того, чтобы любить эволюционировать и любить развиваться самим, насколько нам нравится уничтожать других. И это, конечно, вариант очень такой, ну, там клиника. Но заметьте, и давайте честно себе признаемся, что мы тоже так часто делаем. Я, например, замечаю это за собой больше в бизнесе. Когда я беру чей-то бизнес-проект, человек, который что-то делает достаточно громко, и я начинаю находить в этом проекте, значит, все то, что я считаю, и не работает. Ну, то есть фигня. Но при этом я прекрасно вижу, что этот человек не только кричит, но у него и покупают. А это две большие разницы. Потому что есть такие птички говорливые, которые все время говорят, но у них никогда ничего не покупают. А есть, когда вы можете попасть во внутрь проекта и увидеть, что, блин, люди покупают, люди есть, людям нравится. То есть, соответственно, эта история идет. Так вот, я каждый раз задавалась и задаюсь периодически этим вопросом, что же меня бесит на самом деле. И я понимаю, что бесит меня как раз то, что люди берут и делают. Берут и получают результаты там, где я их не получила. Бесит то, когда, например, ты своему мозгу говоришь, что, к примеру, что сейчас у нас карантин, сейчас никто не зарабатывает, сейчас всем плохо, сейчас все в одинаковой ситуации. И тут вдруг ты видишь, как твоя подруга, твой друг или просто человек, которого ты не знаешь, в этот момент у него все идет по-другому. Он активен, у него много клиентов, может быть, у него даже были дела хуже раньше, чем у вас, а сейчас у него идет подъем. И, конечно, это пережить крайне сложно. В этот момент мозг подключается, и мы начинаем рассказывать, почему он не прав, почему он дурак, почему он то, почему он все. Мы всячески пытаемся это отрицать. То же самое касается, например, когда мы знаем, что женщина родившая, она женщина заплывшая, она женщина уставшая, она женщина не очень привлекательная, но она подарила только что жизнь ребенку. И тут какая-то сучка выходит из роддома так, будто бы она никогда никого не рожала. И плевать она хотела на то, что она женщина родившая. Вот я, например, когда была участницей шоу, у меня была роль бизнес-вумен, а у еще одной нашей девочки была роль мамы. И вот она младше меня, по-моему, на 6 лет, если я не ошибаюсь, она нормально выглядит, нормальная девушка, женщина такая уже, мать двоих детей, как и полагается быть. И вот ее, когда она пришла ко мне домой, этого не показывали, ее страшно задели фотографии, которые висели на моих стенах, где я в купальнике, со своим супругом обнимаемся. И очень такие, знаете, счастливые. И она говорит, ну как же так? Ну мать, мать так не может выглядеть, мать не может показывать такие фотографии на стенах своим детям, потому что это же неприлично. А я, например, считаю, что мама, я как мама, особенно женщины, да и мужчины, какая разница, обязана показывать, что когда ты мама, когда ты рожаешь, ты становишься еще красивее, этого не надо бояться. Я, например, долгое время боялась рожать детей, потому что я знала, что после этого толстеют, жиреют и становятся непривлекательными. И мне хотелось оттянуть все время этот момент, потому что быть толстой и жирной в 20 лет совершенно нехорошо. Опять-таки программа записанная у меня с детства. Так вот, мы всячески отрицаем и всячески набрасываемся на людей, которые имеют нечто такое, что нам нравится. И поэтому всякий раз, когда начинается критика, мне задают вопрос, «Оля, а как вы реагируете, вот то, что люди так сильно вас критикуют?» Я прекрасно понимаю, что люди критикуют не меня. Люди в данном случае ведут диалог сами с собой. Потому что даже если мне не нравится кто-то или что-то, что он говорит или делает, меня не сподвигает это сидеть и писать критический кому-то комментарий. Ну, во-первых, это личное дело этого человека. Второе, мне точно есть чем заняться. И явно я несовершенна и не идеальна для того, чтобы в кого-то что-то там бросать и указывать на его несовершенство. Я разбираю несовершенство только за деньги. Когда человек приходит, платит мне деньги и говорит, «Я готов выслушать, в чем мои проблемы в бизнесе или где-то еще. Пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов это вытерпеть. Вот тебе денег. Это показатель того, что я осознанно это хочу знать». Только при этих условиях я могу рассказать человеку, что с ним не так. Ну, иногда бывают, конечно, бесплатные мастер-классы, когда меня где-то поддостали или когда мне хочется какого-то хайпа. Но в целом не лезет нормальный человек вот с такими штуками. Поэтому всякий раз, когда вы за собой замечаете, а ведь мы, повторюсь, все не идеальны, давайте будем откровенны, и когда вы ловите себя на том, что вас что-то страшно подбешивает в человеке, признавайтесь себе, что есть проблема у вас и разговаривайте сами с собой. У меня есть огромное, огромное количество сообщений личных, где девушки пишут мне о том, что первая реакция на меня лично в их жизни на выступлении, на тренинге, на телевизионной программе, в инстаграме, где угодно была негативная. Не у всех, но у очень многих. Отрицание страшное. Как это? Да как она так себя может вести? Да как она так может говорить? Грубо, матом, послать, выгнать, указать на место. Но потом наступает второй момент. А второй момент заключается в том, что по большому счету практически все эти девушки, и вы, наверное, среди них, хотели бы тоже так сделать. И в тот момент, когда к тебе в дом зашел не твой друг, и который что-то треснул о твоей семье, о твоей жизни, о твоих сапогах, неважно, о твоем коте, просто сказать, да пошел вон. Как часто, вспомните, вам хотелось сказать своему учителю, который вас обидел, потому что он взрослый, потому что он может вам сказать, ты не прав, два, не разбирайся, который не хочет ничего слушать и знать, который не хочет ничего знать о психологии ребенка, а просто он взрослый, и он поэтому прав. Как часто вам хотелось сказать этому учителю что-то, что-то, но вы подавляли себя, вы не могли этого сделать, он же взрослый, он вызовет ваших родителей в школу. А как часто вам хотелось своим родителям сказать, родители, а не гните, а так нельзя, а что же вы давите-то на меня, потому что я ребенок, я до сих пор сейчас, когда включаю порой, я не идеальная мама, и когда порой включаю вот это свое родительское давление, понимая, что я родитель, я главный, я сейчас могу сказать место, и ребенок меня будет слушать, я все время себе напоминаю о том, что мой ребенок это человек, который скоро станет взрослым, и который придет ко мне и скажет, мама, какого черта, не пошла бы ты, я очень не хочу, чтобы это произошло, поэтому я все время себе об этом говорю, и напоминаю, что ни в коем случае мы не должны делать такие манипуляции на праве того, что мы на правах того, что мы взрослые. Так вот, если вас что-то такое коребит, если вас что-то подмывает в каком-то другом человеке, повторюсь, или это сейчас будет происходить, позадавайте эти вопросы сами себе. Это круто, потому что это наши шаги к осознанности, это наши шаги к принятию того, что мы несовершенны, но мы стремимся, мы стремимся себя познавать настолько, насколько это возможно, хотя бы познать себя за эту жизнь невозможно. Но мы хотя бы стремимся, мы пытаемся, и это начинает нас делать другими, это начинает нас делать более разумными существами, это позволяет нам становиться более искренними, находить лучшие для себя отношения, становиться более счастливыми. Это важно. Я уже говорила вам об этом и продолжаю говорить, что в жизни это крайне важно. И не важно абсолютно сейчас, что происходит вокруг, что там говорят, другие думают. Важно то, что так или иначе, все негативное, или то, что нам непонятно и неподвластно, скорее так, нежели негативное, оно закончится. У нас с вами снова будет жизнь, и через несколько месяцев мы забудем об этой ситуации, ну, будем уже смотреть на нее несколько по-другому. Но вот мы сами навсегда останемся с собой. Наше говно, которое из нас лезет, оно может исчезнуть только если мы сами найдем кнопку утиль и начнем его утилизировать и выдавать. Поэтому сегодня просто подумайте, пожалуйста, на эту тему, и перед тем, как кому-то высказать свое мнение, написать свою критику, рассказать, в чем человек неправ, задайте себе вопрос, почему вас это так бесит, и что такого в этом человеке вам нравится, что такого вы бы хотели позаимствовать себе. Не позволяйте никому садиться себе на голову, но не тратьте свое время на то, чтобы метать бисер перед тем, кем не нужно, потому что это тоже ни к чему не приводит. Ваша ценность ключевая – это работа ежедневная над самими собой, над познанием себя, над раскрытием себя, над развитием себя. Чем больше вы будете это делать, тем больше правильных людей, правильных видео, правильных книг и правильных ситуаций будут с вами происходить. И, соответственно, тем счастливее вы будете себя ощущать. Всем хорошего дня, поставьте лайк этому видео, пожалуйста, если вам не жалко. Ну и до встречи на моем YouTube-канале. Субтитры создавал DimaTorzok